Мне всегда хотелось что-то делать своими руками, что цветы из полимерной глины, ботаническая скульптура. Да ладно, за искусственные цветы 15 тысяч, рублевки часто заказывают, да, это зло, букет за 250 тысяч. Я мужу сказала, что все мои деньги мои, говорит, ну ты же сидишь дома. Вот это что-то в районе 17, по-моему, тысяч, люксовский магазин, вот эта композиция у меня стоит порядка 250 тысяч. Он вот на проволочке, и глину мы варили сами. Какой-то некрасивости, неидеальности, в глину вымешиваю краску. Добрый день, у меня есть для вас подарок. Я хочу разыграть среди вас один из своих букетов. Какой именно букет это будет, вы узнаете дальше в ролике. Привет, друзья мои, мы сегодня в гостях у Виктории, и она у нас делает цветочки. Всем добрый день, я очень рада приветствовать вас на канале. Меня зовут Виктория, мне 36 лет. По образованию своему высшему я дизайнер график. И как-то так получилось, что после окончания университета мне всегда хотелось что-то делать такое своими руками, что-то вот создавать. Но пришлось учиться, потом работать, потом, в общем-то, вышла замуж, пошли дети. И как раз, как у многих бывает, декрет – это время, когда можно немножечко сосредоточиться на каких-то своих хотелках, позволить себе чуть-чуть побездельничать, как казалось бы. И я, еще будучи на работе, решила поискать что-то интересное для себя. Хотя у меня всегда было, как у многих, проба пера и скрабукинг, и, я не знаю, шитье, вышивание, все что угодно. Но мне, это было уже 13 лет назад аж, вот, я буквально вот случайно, ну, как говорится, случайностей не бывает, в интернете нашла несколько мастеров, которые создавали цветы из полимерной глины. Такая пометочка была «холодный фарфор». На самом деле, это такое народное название, к фарфору это не имеет особого отношения. Но чтобы понимал просто человек, что создаваемый лепесток, он имеет такую похожую текстуру. Но полимерная глина, она дает возможность создавать более гибкий цветок. За счет этого он не ломается, классно себя ведет. И, грубо говоря, это такая... Сейчас мне очень нравится существующее название, это так называемая ботаническая скульптура. Вот, мне кажется, это прям самое вот то, что... Потому что многие делятся на два таких грубых лагеря. Кто-то говорит, что это искусные цветы, вообще им дело там где-нибудь на кладбище они должны стоять. А очень многие, и основная масса, что меня, конечно же, радует, считает, что это все-таки произведение искусства. Потому что каждый лепесток, каждая тычинка вылепливается вручную, окрашивается масса масляными красками. Сверху тонируется. То есть создается максимально реалистичная ботаническая скульптура. То есть мы воссоздаем, грубо говоря, природу, да, своими руками и увековечиваем ее для себя, для каких-то интерьеров. И это вот такая уникальная тема, которая меня не покидает и не отпускает уже вот 13 лет. Ого! Из декрета не вышло, короче, да? Нет, ну как, я в общем-то просто, я уже потом стала самозанятой, и в общем-то мое хобби превратилось уже в мою работу. И был период длительный, когда я вела мастер-классы, потом очень долго работала на себя, но, собственно, и сейчас продолжаю это делать. Я уже вышла на такие, на постоянных заказчиков, на каких-то крупных жилые комплексы элитные, которые заказывают уже для себя в лобби. То есть, ну и плюс, естественно, мои постоянные клиенты, новые клиенты, которые приходят вот уже таким сарафанным радио. Как ты смогла монетизировать-то эти цветочечки? Не люблю это слово монетизировать, но, в принципе, из песни слов не выкинешь. Это однозначно, из песни слов не выкинешь, но и плюс все-таки чем-то старше, у тебя еще обязанности, дети, и ты понимаешь, что, в общем-то, позволить себе просто так творить уже вот как-то не всегда получается. Поэтому так получилось, что когда я все это начинала 13 лет назад, было буквально, я не знаю, ну по Москве, может быть, 10 мастеров, 15. И имя мое, и всех остальных, которые были, они все были на слуху, все друг друга знали. И мастера друг друга, потому что их было очень мало. Материалов практически не было просто. Это вот, грубо говоря, мне там папа мог где-то заказать на заводе стеку, потому что ее невозможно было найти. Мы выкатывали там другие шариковые стеки, круглые, из каких-то материалов, из досок выпиливали. Ну, в общем, короче, извращались как только могли. Потому что материала действительно не было. И это, конечно, с одной стороны, был такой некий плюс, как сейчас вот мне позволяют уже в прошедшее время проанализировать, потому что нас было мало таких ненормальных, которые готовы были где-то откуда-то из Таиланда заказывать какими-то путями эту глину. Ее надо было еще протестировать. А, самое главное, что в начале глины практически не было. И глину мы варили сами. Да, 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 то есть там крахмал, да, 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 да. Это, в общем-то, многие, даже некоторые сейчас этим тоже занимаются. Это клей ПВА. У меня муж вообще просто был в шоке от моих этих химических этих. А это надо было еще с микроволновкой. Ну, то есть там такой процесс завораживающий, конечно. Слушай, Вика, ну вот это объясняет, почему у тебя рабочее место находится на кухне. Да, да, да. Я теперь поняла, да. Не отходя от кассы. Ну, на самом деле, этот стол я отжала у своей семьи и переместила их, вот, так скажем, за стойку даже. Вот, и сначала стол был обычный обеденный. А, и ты поменял на рабочий. Да, и потом уже вот как раз вот пока наша славная Икея там не покинула нас, вот, вот успела купить себе такой столик, скажем так. Его уже освоила под все свои нужды. Вик, ну зарабатываешь этим как прям на работе или вот иногда есть денежка? Конечно же, бывает то густо, то пусто, но опять же, как на работе, иногда я лучше, чем на работе могу заработать, когда особенно есть, благодаря уже моим постоянным клиентам, особенно вот не частным людям, да, уже фирмам. Вот у меня пол шкафчика моих договоров, вот, собственно, тут у меня вот как раз все вот хранится. Я еще потом подробнее все покажу, помимо там всех моих логотипных тем, вот-вот все договора, счета и все, что вот нужно. Прям серьезная тема. Да, 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 потому что, слава богу, сейчас можно не только как ИП, да, заключать договор с большими юридическими фирмами, но и как, собственно, самозанятый. Вот, у меня есть бухгалтер, который составляет эти счета, потому что для меня вот все, что связано с цифрами, с счетами, это прям вот бегу от этого, как только могу. Да, да, это приложение самозанятости, нажал кнопку, он тебе счет уделал. А там просто бывает, у нас там разные отделы выставляют счеты, надо вот разные какие-то именования выставлять, бики там вот у всех разные, поэтому. Ты из-за этого платишь бухгалтеру сколько хочешь? Бухгалтеру я ничего не плачу, потому что она у меня прекрасная моя подружка. А, так вот с этого надо было начать. Нет, так получилось, на самом деле, я каждый раз, я каждый раз этой чудесной женщине Ане пытаюсь вручить зарплату, но она просто вот уже который год от меня вот открещивается и все. Говорит, мне это вообще ничего не стоит. Ну, а я, ну, она говорит, дай мне хоть сделать какой-нибудь нормальный дел, что ж все так сразу все хотят оплатить. Ну, а я и не спорю уже, насколько можно уже лет спорить, поэтому вот как-то так находимся. Слушай, какая хорошая подруга вообще. Да вообще у меня очень много хороших подругов. Она что, не работает? Работает, она сейчас родила второго малыша, и она еще продолжает работать, но женщины, они вообще такие немножко одаренные. Ты имеешь в виду бухгалтера. И бухгалтер тоже. Ну, я на самом деле, у меня самая активная производительность, когда у меня рождается ребенок, потому что, как ни странно, всем кажется, ну, все, ты должна погрузиться в эти пеленки, памперсы и тому подобное. Но так получается, как ни странно, что душа-то требует какой-то немножко отвлеченности от процесса такого. Вот, и как-то вот так получается, что ребенок почаще спит. И у меня тут такая картина, маслом это надо видеть. У меня вот здесь стояла коляска, вот прямо на этом месте. Я садилась, ногой подкачивала колесо, ну, и благополучно продолжала работать, вот, да. И прям, ну, это прям просто уносит, потому что это погружение в свою работу, в свое любимое дело. Во-вторых, ты все-таки самореализуешься, ты получаешь доход, и это, ну, как-то прям такой очень хороший стимул, честно говоря. Вика, ну, давай работу смотреть. Давайте. Куда, на прокониках? Ну, собственно, у нас можно, да, пока, кстати, как ни странно, но у меня практически не бывает дома ничего, вот, но здесь пока вот это вот как раз заказ для крупного лобби. Мы уже делаем, наверное, шестое или седьмое, я им одинаковые делаю заказы, вот, просто они достраивают новый корпус, и мы делаем новые композиции. Слушайте, такое необычное ощущение, знаете, потому что смотришь, будто бы настоящий цветок, а берешь, а ощущение пластмассы, с ума сойти. Да, но при этом внутри, да, внутри, ну, здесь немножко такая грубая более работа, он лотос, он такой, в нем мало очень деталей, он еще недоработанный, недотонированный, и у него, естественно, за счет того, что проволока, внутри будет изгибаться стебель, он будет погружен в прозрачную вазу с эпоксидной смолой, то есть имитация воды. Но как раз вот все, что касается вот таких вот крупных цветов, это вот один вопрос, а вот уже все, что касается вот таких вот каких-то маленьких, сейчас это у меня еще пока не готовая композиция, такая заготовка, потому что готовые фиксируются максимально. Вот, здесь вот, допустим, пиончик у нас, да, вот это вот дельфиниум, то есть я всегда стараюсь максимально насыщенный сделать букетик. Вот, вот этот у меня. Это ты сама придумываешь, где какие-то цветочки. Да, конечно, 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 но благо вот все-таки образование высшее художественное, оно позволяет, конечно, максимально сочетать. Можно трогать, то есть вот видно, что лепесток не гнет, ну, не мнется, не ломается, да, то есть он оставляет свою форму, вот, сохраняет. Такие необычные ощущения, Вик, вообще. Смотришь, сначала, кстати, вот тут я смотрю, мне кажется, будто настоящие цветы, потом смотрю, мне кажется, это будто бы такие тканевые, знаешь. Да, 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 да. А на самом-то деле вот они какие. Да, да. Так, еще что есть, Вик? Да вот, ну, вот, собственно, на рабочем месте, как правило, у меня какие-то заготовки, это вот для мускариков, для такой весенней темы, я тоже сейчас. Вот, кстати, моя последняя фишка, которую я очень люблю делать, особенно к весне меня прям накрывает, это первоцветы, которые делаются здесь еще вот не тонирована луковица, без корневой системы. Я сейчас покажу потом пример уже готовой композиции, и, собственно, я их полностью погружаю, это гиацинты, мускарики, все, что связано вот с первоцветами, да, крокусы, подснежники, и у них у всех луковица, и, в общем-то, я их погружаю в эпоксидную смолу, в прозрачную стеклянную вазу. Смотрится потрясающе, у меня до сих пор многие те, кто знает, что я работаю с цветами, там, из полимерной глины, кто-то смотрит, где-то я выкладываю сторис, они такие, ой, ничего себе, классно, эту живую композицию забацала, да, там, а потом, я говорю, ну, в смысле, вы же знаете, что я делаю только такие, они такие, да ладно, ну, то есть, они же... Самые подписчики забывают, да, даже смотрят и не верят. То есть, когда ты максимально, да, вот-вот-вот, все даже какие-то искажения, причем, как ни странно, чем кривее, чем какой-то вот чуть-чуть вот-вот, где-то вот там жучок подгрыз, там, делаешь, тонируешь, то есть, чем больше таких природных, естественных нюансов, казалось бы, некрасивых, вроде бы цветок должен быть такой, естественный, Но вот этот парадокс, как раз, чем больше какой-то некрасивости, неидеальности, тем живее получается цветок, натуральнее. А, по-моему, это как раз-таки нормально так и было. Ну, у всех какое-то представление, у многих, что вот он, кстати, это вот, вот сейчас тенденция появилась вот как раз такой натуральности, потому что раньше, если я где-нибудь лепесток розы сделаю дырочку и чуть-чуть ее подтонирую, там, коричневую, что она начала уже как-то, да, там, время проходит, «Ой, да вы что, а что вы мне сделали вообще? Где моя вот эта вот ровная, идеальная роза без наклона, там, да, с ровными лепестками?» А сейчас уже как-то вот люди понимают вот эту вот как раз натуралистичность и ценность вот этого вот, такой как раз вот, собственно, вот это и передает слово ботаническая скульптура, передать все нюансы живого цветка. Показывай, с чего делаешь. Так, сейчас покажу, это уже, вот мой, моя основная такая. Вика, ну какой порядок! Ну, это на самом деле еще не порядок. Я, в общем-то, и как-то у меня была цель сильно его не наводить, чтобы вот, вот мастерицы как раз увидели, вот, ну, обычный, естественный процесс. Это все по-настоящему, это ты не к видео делала? Нет, 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 просто на самом деле порядок очень помогает соблюдать, ну, относительный, да, вот такие вот боксы, вот я их в Леруашке купила, это вот собранный. Слушай, какие здоровые. Да, да, вот они такие самые простые, но вот эти вот отсеки, они как раз позволяют какую-то системность более-менее сделать, да. У меня здесь там, это вот называется каттеры, это то, что вырезаешь форму лепестка непосредственно. Из чего вырезаешь? Из глины как раз. Раскатала глина, да? Да, да, да. У меня еще, так скажем, особенность моей техники в том, что я стараюсь по минимуму использовать какие-то дополнительные средства, так скажем, потому что все сейчас школы, которые там пооткрывались, они рассчитаны на то, чтобы человек сделал максимально быстро за короткий срок времени. Прям вот за два часа готовый цветок. Это такой прям вот другой немножко, вот мне не свойственный процесс, я тоже быстро делаю, естественно, я и не за два часа сделаю, но мне было очень важно, когда вот я вела мастер-классы, мне было очень важно сделать как раз, обучить вот таким способом, чтобы человеку не надо было на 10 тысяч накупить пастомашину, которая будет за тебя раскатывать этот слой, чтобы не надо было купить миллион молдов, катров, потому что они сейчас очень хорошего качества, они не дешевые, потому что вот буквально, допустим, если у тебя есть один-два молда, ты спокойно можешь создать несколько видов разных цветков, и вот у меня была такая цель, сейчас я уже от мастер-классов ушла, потому что они уже стали такие, их поставили на поток, а я вот не согласна, мое внутреннее состояние с тем, чтобы вот это как-то, то есть мне всегда хотелось именно научить, чтобы человек потом вот мог вот отправиться в свободный план. Все мои ученицы сейчас пооткрывали школы свои, и в Нижнем Новгороде, прям вот девчонок, прям правда море, и прям вот, вот прям молодцы, и я прям вот вдохновляюсь, они делают шикарные мастер-классы, видео-мастер-классы, это прям вот, я поняла, что не моя тема. Твоя тема делай. Мне хочется делать, создавать, я люблю вот этот вот все процессы, вот собственно здесь глина у меня основные, ее здесь немного, так буквально там, там еще такой внутри еще ряд, у меня там еще. Так, это у тебя какие-то молдочки? Это вот как раз молды, вот собственно вот молд для верхушечек мускариков, я их очень часто делаю вручную полностью, для того, чтобы вот не повторять форму, вот, но когда надо как-то ускорить процессы, заказов много, то конечно же вот приходится вот такие использовать. Слушай, ну когда ты делаешь в лобе, например, разве они там оценят вот то, что ты каждый цветок вылепливаешься? Ну вот как раз все, что касается лобе, это всегда масштаб, это всегда другие размеры. У меня, допустим, вот как раз тоже для этой же фирмы, у меня была композиция из, это не для них, но вот была вот из орхидейки, у меня был ремонт, поэтому немножко все в пыли, но зато естественно, как есть. Вот, все, что касается, если у меня какие-то цветки готовятся на отдачу, то это все покрывается в пакетике, чтобы просто лишней пыли потом вот не заниматься этим сдуванием. Это не так сложно, там любой кисточкой, вот процесс ухода, собственно вот, и все. И вот ты делала для лоби такие большие? И я делала для лоби не такие большие, а гораздо больше. То есть у меня, это там в какой-то переговорочной, по-моему, комнату, там у меня была ваза сама стеклянная, метр, вот, и где-то по метру, метр двадцать была огромная орхидея рыжая. Ты сама лепила, получается, такого нету молда, да, наверное, огромного? Конечно, 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 да. Тут уже приходилось как-то придумывать и текстуры, потому что вот, видите, у каждого лепестка своя текстура. Чем текстуру, Вик, делаешь? Вот эти молды, вот эти молды. А так, чем только не придумываешь, особенно вот раньше, много всего приходилось выдумывать абсолютно. То есть там вот, допустим, для лотоса я вообще не использую никакой текстуры, текстуры я использую, у меня где-то здесь была так называемый стек кошачья лапка. Она просто такими, надо бы ее тут еще, конечно, найти. Есть специальный стек, который как текстура, или ты просто приспособила? Я просто как-то ее приспособила. Вот, ну, собственно, вот она. И она вот как раз дает вот эту текстурку. А она для чего? Ну, вот, наверное, для чего-то такого. Мне вот она для этого пригодилась. И я для многих лепестков также, вот для, допустим, большой лист тюльпана. Я не покупаю молды, но там действительно набор может стоить пять тысяч, допустим. Ого! Да. Вот, но я как-то все время вот такими вещами, в общем-то, особо стараюсь не баловаться. Потому что втягиваешься, хочется, как только ты заходишь на сайт вот этой всей красоты, тебе сразу хочется все. На все цветки. Вот. Но потом как-то живость все равно пропадает. Особенно, когда ты, допустим, повторяешь текстуру. У тебя, допустим, 15 тюльпанов, и у тебя вот везде одна и та же текстура. У меня бывает, что я, допустим, от разных других цветков использую молды. Вот. И как-то там что-то доигрываю, переигрываю, и смотрится отлично. А еще, как вариант, я иногда покупаю пасту, которая двухкомпонентная, для все, что связано со стоматологией, с лепки. Так. Вот. И ее намешиваю, когда период вот этих вот красивых лепестков повсюду, просто вот делаю себе молды. Где-то у меня такие есть. Ого, можно сделать саму и прям взять настоящий лепесток и сделать. Сейчас я не уверена, что я найду, потому что это вот у меня малая часть, так скажем. Здесь у меня, так, это вот акриловые масляные краски. Слушай, это уже интереснее пошло, что можно самому сделать из цветка. Да, да. Сохранить как-то, да. Да, да, да. Так, вот продолжение молдов. То есть за 15 лет я все равно поразвлекалась, так скажешь. Вика, ну какой порядок. Да не, ну это правда еще не порядок. Ой, это еще совсем не порядок. Каждый молдик, друзья, посмотрите, в своей отдельной. Но это просто упрощает жизнь. Вот у меня, допустим, отдельно для фаленопсиса, для орхидеи, вот у меня вот отдельный прям коробочку я сделала. Потому что они все равно путаются, в любом случае, потому что я для разных лепестков могу использовать разную. Вот она двухсторонняя. Да. Как приятно. Да, да. Сейчас прекрасные молды, они не портятся. Многие силиконы вот такие не очень качественные. Вот они вот со временем начинают липнуть. Прям их постоянно приходится промывать, вымывать. Это немножко усложняет. Там тоже еще. А давай, открывай. А все, она же не выезжает у меня. Ну ты будешь его все сюда. Моя тайная эта штучка. И открывай. Так, ну вот тут уже так по мелочи что-то, что реже всего используется, хранится где-то в дальних ящичках, так скажем. Так, ну найдем, который ты сделала. Так, сейчас я найду, найду, потому что просто я их не так часто использую, естественно, уже. И они у меня где-то в дальних моих. Сейчас я еще покажу. Тут у меня хранятся отдушечки. Это все. Я стараюсь максимально оживить букет, потому что все на автомате их начинают вдыхать, нюхать. Вот. И тут, собственно, у меня всегда два аромата. Это роза различные бывают, чайные там, различные сорта и скошенная трава. Мне прям кажется, что это самое такое. Скошенная трава, ты сейчас сюда и поднимаешься. Так, где-то она у нас. А, ну вот, собственно. Они такие, ну, могут быть немножко рисковаты, но когда они вот в букете, они неплохо пахнут. Но на самом деле смотришь, все равно подбираешь по оттенку больше. Смотришь по цветам, это самое главное. Смотришь по цветам, потому что буквально, на самом деле, буквально двумя-тремя тонами там зеленый, травяной, веридоновый, тебе вот за глаза больше не надо, да, там. И какие-то красные тоже, так скажем. Вот они у меня могут лежать десятилетиями, а вот какие-то тона очень сильно расходуются. То есть здесь уже такие, ну вот, все, что касается с разбеленным пигментом, вот тут гаммовские, они немножко себя, они такие капризные. За счет того, что в них есть уже и белый пигмент тоже, они немножко забивают глину. То есть лепесток может потерять свою прозрачность. Вот, допустим, вот георгинчик у нас, да, и вот здесь вот каждый лепесточек, он вот на просвет, вот его видно, все жилочки, да, вот все вот эти нюансики. Вот, а если вот переборщить как раз, собственно, с вот этой красочкой, то вот эта вот прозрачность уйдет, и будет такой жесткий, пластиковый, такой листочек такой. О, понятно. Вот, поэтому, ну это все вот нюансы, которые все равно за годы работы, они, конечно же, уже так их можно. Это тейп-лента, которая прям очень необходима, когда она у меня кончается, у меня начинается паника. У меня прям был такой, что вот мне прям срочно надо, вот я просто буквально вот по всем знакомым думала, я говорю, у кого флористы пользуются тейп-лентой для того, чтобы соединять. Вот она у меня как раз вариант такой не флористический, тоненькая. Вот, она прям здесь по 5 миллиметров, здесь две штучки, два рулончика. Она имеет такое свойство, это вот такая же, только потолще. Она натягивается, и у нее небольшое такое количество клейкой основы выделяется, и ты можешь соединять, собственно, вот проволоки. У меня тоже есть в различном виде, вот это вот самая простая флористическая. То есть это в любом магазине для флористов можно купить эту проволоку. Сейчас уже вот. Слушай, а ты-то что соединяешь? Я соединяю, ну, собственно, вот представьте, вот у меня идет цветок, да, там, а у него уже пошла веточка с лепестками, да. И я беру ветку с лепестками, ну, это не от него, и соединяю со стебелечком, это до обкатки еще, да, и скручиваю полностью. Все, поняла, ага, вот. И получается такой вот. И получается уже собирается, да, цветочек. Букетик, все. Здесь вот я не знаю, сколько проволоки, очень-очень много, вот, ну, и плюс-то толщина у глины, но это вот лотосу свойственно вот эта толстая ножка, поэтому вот пришлось. А также вот еще для тонировки, в общем-то, вот эта вот сухая пастель, я редко ее использую, но так периодически, вот для эвкалипта, в основном, чтобы вот этот эффект пудрости, да, такой, на пудренности, да, такой беловатый, вот этой белесости передать. Вот здесь тоже у меня пастельки есть, но это уже, это все очень хорошая пастелька. Слушай, а как ты их закрепляешь, они не мажутся потом? Закрепляю я лаком японским, сейчас вот у меня его нет, он мне сейчас идет, как раз он закончился. Это японский лак для кукол, вот, как раз, ну, собственно, вот, суть-то одна и та же, чтобы вот ничего не пачкалось. Но, как правило, если оно постоит в букете какое-то время, опять же, у меня же нет такой тонировки мощной сверху, я больше в массу вымешиваю, да, то есть глину, в глину вымешиваю краску, и поэтому она не выступает у тебя, грубо говоря, ты там не испачкаешься ею, вот, а как раз, если что-то снаружи, то это уже просто, как правило, от листва, из которой надо, там, из светло-зеленой сделать такую, чтобы прожилки остались светло-зелеными, надо базу очень светлую сделать, а сверху затонировать очень темной краской, вот, вот здесь приходится действительно использовать лак, чтобы просто в каких-то нюансах, чтобы соседние цветки не испачкались, ну, вот, для этого приходится вот так вот их. Вика, сколько букет это стоит у тебя? Поразно! Почему? Ой, подожди, почему, когда всегда мастера спрашиваешь о цене? Ну, мне кажется, это всегда больная тема, во-первых, вот уже, казалось бы, 13 лет я этим занимаюсь, но как-то до сих пор иногда какое-то такое ощущение, кто-то, ну, не проходит там бесследно какой-нибудь букет, когда или у тебя кто-то спрашивает цену, обязательно кто-нибудь появится такой, который скажет, да ладно, за искусственные цветы 15 тысяч, ну, там, за какой-то там букетик небольшой, да ладно, ну, и чего, да вы что, с ума сошли? Ну, то есть здесь я уже спокойно очень на это реагирую, у всех свое мнение, а есть те, кто понимает ценность этой работы, я не, раньше у меня были попытки рассказать, сколько часов я сижу над этим, сколько я этим занимаюсь, насколько это кропотливая работа, да, ну, слава богу, в возрасте есть свои плюсы, ты перестаешь уже с этим заморачиваться, да, ну, собственно, хочешь покупай, не хочешь, нет, ну, а сейчас, мне кажется, основная масса людей, какие-то все очень тактичные, понимающие, правильно, ну, или, по крайней мере, мне такие встречаются, что вот с большим пониманием относятся, кто-то искренне говорит, мне безумно нравится, но для меня это сейчас дорого, ну, то есть, да, это нормально, допустим... Вика, слушай, может быть, у всех-то уже цены подороже, а ты все по сталью работаешь? У меня такое случается периодически, что я такая, во-первых, я смотрю, вот какая есть тенденция, вот мне прямо сейчас интересно эту тему немножко затронуть, за счет того, что появилось огромное количество онлайн-школ, не онлайн-школ, мастер-классов, которые доступны, можно купить, можно посмотреть, за счет того, что появились целые онлайн-магазины, где можно с разом накупить, ну, все, и просто кажется, ты сейчас такой букетище там слепишь, и появляются мастерицы, которые прям вот реально вот слепили, грубо говоря, там, третий одуванчик там по счету своей жизни, и прям выставляют и продают их, ну, и я вижу качество, я вижу, как он сделан, и мне прям что-то не по себе становится, думаю, то ли я что-то не понимаю в этой жизни, а цена такая же, а цена может быть даже больше, ну, то есть, а есть действительно мастерицы, у которых очень хороший уровень, прям очень-очень, но цена достаточно демократичная. Таких, конечно, может быть, может быть, и, конечно, я смотрю так, ну, вот тех, кто завышает больше, как ни странно, как ни странно. Все хотят быстро заработать, да? Да, да, но я всегда вот всем, кто ко мне на мастер-класс, когда приходили, я всегда говорила, что это не про вот заработок здесь и сейчас. Мне кажется, что я начала на этом зарабатывать, потому что я не планирую на этом зарабатывать. Опять очередной парадокс, вот, но это больше про то, что когда ты с душою и вот без каких-то корыстных целей вообще, ты поняла, что где-то ты что-то подкупил, еще что-то. Слушай, а это желание заработать корыстные цели? Ну, может, я неправильно выразилась, да, ну, в смысле, то есть, когда ты это рассматриваешь сначала как просто занятие для души, для какого-то расслабления, да, хотя кажется, все, какое там расслабление, ты сидишь по 7 часов там в позе там, да, и с этими, но для меня это прям вот-вот кайф абсолютный. Ну, и как-то хочется на этом зарабатывать, естественно, очень многим сразу. Вот, ну, извините, когда вы не можете предоставить нужный уровень, но как-то неправильно требовать за это высокую плату, да, как-то. Слушай, обижает тебя, да, это, что вот так много сейчас мастеров, которые... Даже не то, что обижают, у меня иногда такая... Школа, которая тебя пляжет. Нет, у меня такая иногда какая-то бабуська-трандычалка во мне так включается, и я там, ну, вот, что-то там походили там недельку, и вот они там уже все, уже они все там знают, уже все продают. Но, с другой стороны, может быть, это и правильно, да, у всех же по-разному это срабатывает. Кто-то нарабатывает вот по чуть-чуть и прям сразу-сразу-сразу-сразу. Вот у меня приятельница, которая открыла школу, школу лепки, она никогда не создавала композиции, вот просто вот для души какие-то вот интересные. Она сразу с первого, там, цветка со второго начала давать мастер-классы. Такие примитивные, когда вот еще зефирка такая, полимерная глина, ее сейчас много, она больше... Есть два направления в цветах, вот такая ботаническая скульптура и дековские цветы, я думаю, что вы слышали, они такие, не имеющие никакой прозрачности, они ломкие, ну, вот это тоже такое было направление, это была японская глина, и прям даже школы, вот самые первые здесь были у нас именно дековские вообще в Москве. И вот у нее чисто такой коммерческий, да, подходящий? Да, но она вообще финансист по образованию, она сказала, говорит, я поняла, что для меня вот этот вот творческий полет, там, да, подбор цветка, для меня это вот уже какой-то третий там момент, десятый, а я вот буду, и она большая молодец, то есть она нашла свое направление, где она отрабатывает шикарные мастер-классы, достаточно ускоренно для простых людей, не для специальных, вот тех, кто прям вот любит посидеть, помучаться там, да, а вот доступные. Как Вика, одним словом всех, и творческих людей, простые люди. Вика, давай покажи еще, доставай сюда букеты, какие у тебя есть там работы. Я, букеты, наверное, вот отсюда я сейчас все, да. Нет, мы прям пойдем стоять, ага, все, пойдем. У тебя вот здесь, у телевизора. Да, 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 это я так выставила, скажем так. Вот как раз вот штуки такие, про которые я и говорила. Это вот моя самая любимая сейчас, самая актуальная для меня тема. Это вот первоцветы, как раз вот в стеклянных колбах со всеми вот нюансиками. Там все корешочки, там какие-то где-то жучки есть. Слушай, а вот это булькает, это что? Это не булькает, это эпоксидка, она там уже не булькает, все, она застыла. Вот какой эффект. Да, да, эффект имитация воды. Вика, ты сама заливаешь все это? Да, да, да. Не боишься, эпоксидка же, это вообще зло. Да, это зло. Ну, конечно, меры предосторожности, проветриваемое помещение, детей дома нету в этот момент. Не всегда, но я их куда-нибудь отправляю, либо потом просто это все уносится, да, где вот нет доступа до полного застывания. Вот эта композиция у меня стоит 17 тысяч. Отлично, давай дальше показываем. Вот, собственно, просто остальное уже все вот разобрали. Подожди, а эта сколько стоит? Это у меня, по-моему, тысяч 10. Надо посмотреть. И вот как раз говорила я, вот какие-то вещички вот такие вот, которые вот где-то вырос вот второй, там, или где-то он растет, пробивается. Где-то вот там палочки с маленькими цветочками, с бутончиками. Ну, то есть вот эти все нюансики, они такую вот живость. За счет того, что вот каждый бутончик крепится, я не использую вот мул для верхушек. Как правило, многие вот используют, я люблю вот это вот создавать из отдельного бутончика, и вот он раз, он вот на проволочке, он может себя как-то вот вести по-живому, да, немножко. Вот. Эти у тебя прям похожие, будто бумажные, не бумажные, а вот тканевые. Да, да, да. Ну, у глины за счет того, что, нет, это из такой же глины, но за счет того, что я стараюсь их максимально тонко выкатывать, вот, они вот такой вот эффект немножко сохраняют. Ну, и плюс за счет того, что он тонируется масляными красками, да, может быть, еще из-за этого. Но все текстуры лепесточков, все это вот сохраняется. Каждая там ягодка, транункулюс. И вот чем больше вот этих вот переходов, да, вот оттенков, тем живее и реалистичнее смотрится цветочек. Вик, вот это ты все выкрашиваешь, да, сама? Это выкрашивается, именно в глину вмешивается масляная краска. И здесь уже вот, а вот, допустим, вот такие эффекты, где переход надо создать, да, это уже, конечно, поверх уже лепесточка делается. Это уже, скажем так, уже работа после того, как цветок уже практически собран. Это у тебя в кружечке, да, букетик? Да, вообще эта тема зародилась. Я как-то сразу вот нащупала вот эту вот фишечку. Я начала покупать огромное количество... Господи, сколько же у меня этих... Хорошо, у меня муж не все видят мои заначки, где... Потому что ему бы стало плохо, честное слово. Потому что я скупала вот просто, я вижу какие-нибудь кружки, и я понимаю, что... У меня даже букет создавался в голове от кружки. То есть я видела кружку, и я понимала, что мне хочется туда добавить, да, какой мне хочется там нюанс цветовой какой-то сделать. Или под вот эту форму, там, какой цветок подойдет, более пышный или более лаконичный. Ну, то есть прям вот... Кружка вдохновляла. Кружка вдохновляла, да, и такое бывало. Сколько ты такой букет делаешь? По времени... Мне сложно сказать, потому что, как правило, я делаю сразу много цветов. У меня еще... Я еще отучилась на флориста, и у меня вообще вот эта тяга. Мне надо, чтобы у меня было много цветов налепленных, и я из них собрала композиции. То есть ты заранее не знаешь, какие цветы будут в букете, да? Ты просто вот... Ну, если это заказ, то я, конечно же, знаю. То есть у меня это зависит от свободного времени. Ну, потому что есть дети, да, и еще у меня куча дополнительных разных работ. Я еще как декоратор работаю, поэтому... Подожди, у тебя еще подработка есть? Да я бы даже не сказала, что это подработка, это как еще вторая работа полноценная. Так. Если я все перечислю... Ну, ты... А декоратор ты что делаешь? А я создаю... Ну, я иногда трансформирую какие-то интерьеры даже. Вот у нас кофейни, рестораны по Домодедово. Трансформируешь то что? Меняешь мебель, обои? Нет, нет, я могу, допустим, прийти в кофейню и понять, что здесь вот для того, чтобы обновить интерьер, достаточно перекрасить там стены, да, поменять какие-то небольшие нюансы, и, собственно, интерьер по-другому заиграет. Так, и это тебе тоже приносит доход? Ну, конечно, конечно. И где тебе больше доход приносит? Цветочки, либо трансформация интерьера? Знаешь, получается, что туда, где больше времени, куда направляешь, да, собственно, там и получается больший доход. Это еще сезонность, потому что я же... И еще я делаю внешние группы входные, то есть декорирую, да, фотозоны какие-то это могут быть. И это же больше, вот фотозоны, это больше какая-то такая сезонная тема, потому что это Новый год, это смена, там, да, весны, лета, осень. Вот сейчас, собственно, у меня тоже сейчас уже на лето все, только вот весну вроде сделала везде. У меня есть там несколько основных моих пунктов, на которых я работаю сезонно. И вот сейчас я их уже закончила, казалось бы, недавно весна, и все уже лето требуют. Вика, ты такая работяшка, слушай, вообще. Ну, как-то... Где ты находишь заказчиков? Они меня находят сами. Так, где находят? Ну, на самом деле, вот мои дети так получилось, что мы очень много времени проводили в парке. У нас такой город небольшой, парк центральный, самый такой крупный. И он так рос на моих глазах, так скажем, за эти все там... У меня уже 12 лет дочери старше. Вот, и так получалось, что... Это вообще такая история, но я ее расскажу, когда коротенькая. Открылась новая кофейня у нас в парке. И получилось так, что я познакомилась просто... Причем эта хозяйка отреагировала просто на мою младшую уже дочь. Вот, что-то мы там так разговорились. И вот я ходила, 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 ходила. Говорю, что у вас так скучно тут? Что-то у вас тут красоты так не хватает. А Оксана, это вот уже моя теперь лучшая подруга, она говорит, я в этом вообще ничего не понимаю. Но она бизнес-вумен, человек, открывающий там разные места. Вот, он говорит, я в этом вообще ничего не понимаю. Я говорю, давай я тебе сделаю что-нибудь осеннее. Осень была, она такая, давай. Вот. И что сделала? Я сделала входную группу осеннюю. Это ты как вход украсила цветами? Нет, я искала по всему городу сено. Она воровала где-то тыквы на каких-то полях. Просто вот у входа красиво оформляешь. Да, да, да. Это начиналось с небольших каких-то моментов таких, потому что все равно где-то что-то в бюджете. Потом от этого пошло-пошло и стали... Ну, потом так получилось, что я переделала всю внутреннюю составляющую кофейни. Интерьер поменяла я совершенно. Причем от тех надзоров. Вот я целыми днями с рабочими полностью там жила. Вот, мы ее расшили в три раза, сделали огромную веранду. Вот, и тоже вот всю входную группу сейчас вот я сезонно украшаю. И потом так получилось, что начальство парка на меня вышло. Я говорю, слушай, Вика, так все ты здорово делаешь. Давай еще нам в парке делаем. Ну вот. Вот это да, слушай, Вика. Да. Вообще, многозадачность в тебе. Как ты это все успеваешь? Мне, честно говоря, мне об этом очень часто говорят мои знакомые, друзья. Мне кажется, они просто меня очень любят сильно, поэтому они так мне как-то это... А мне кажется, это абсолютно нормально. То есть это для тебя естественно, себе здесь дело ты не можешь. Не могу. И чем больше дел, тем лучше. Да, я себя немножко притормаживаю, потому что понимаю, что очень многое надо доводить до ума, скажем так, да, и до логического какого-то завершения. Но у меня прям вот-вот повсюду, да. Вот это да, как муж-то повезло. Ну давайте об этом. Ой, вообще. Да, друзья мои. Сколько стоят цветы вот эти? Вот эта композиция у меня стоит порядка, по-моему, 12 тысяч. Я так все у меня стараюсь все записывать, конечно, да. Да, ну вот это что-то в районе 17, по-моему, тысяч. Вот. Но у меня был, вот у меня самые крупные проекты, конечно, по цене, да, самые крупные. Но это, конечно, да, это вот все, что касается с вот-вот, с фирмой, которой я работаю уже, как-то, я что-то вот не дам документ старый подняла, аж 5 лет оказывается. Нет, 4, нет, 5, вот точно 5. И вот с ними у меня были самые крупные дорогостоящие проекты. Они нудные, скучные. У меня было 3 метра, мне нужно было заполнить эту нишу калами. Из глины как-то делали? Из глины полностью. А ты все сама делала? Или как-то помощники какие-то у тебя были? Нет, никаких помощников, хотя мне постоянно все говорят, слушай, ну найми ты там каких-нибудь девчонок. У меня вначале в самом был порыв на какую-то хотя бы зелень обучить кого-то, чтобы вот хотя бы вот эту вот массу, которой очень много надо, особенно если крупный букет. Здесь предоставлены очень маленькие. А как правило, если это заказы какие-нибудь, там с рублевки часто заказывают, такие какие-нибудь эффектные композиции тоже куда-нибудь в лобби. И там, конечно, совершенно другой бюджет и размеры совершенно другие. Вот. Ну а сколько ты на рублевку делала, который сам тебе запомнился? Самый сложный или как? Ну, по цене я имею в виду. А по цене, ладно, я мужу сказала, что все мои деньги мои, поэтому он согласился, поэтому, ну там порядка 250 тысяч был букет. А что это было? Букет просто? Это был букет в лобби, большой, достаточно, из разных цветов, такой насыщенный по составу очень. И у меня еще, я очень люблю делать цветы, букеты, точнее, чтобы они были немножко разные. Я не люблю геометрию повторять. Вот. В флористике есть такой метод, когда ты разбиваешь там букет на несколько частей и, грубо говоря, сегменты повторяешь. Ага. Вот. Я эту технику не очень люблю, но, точнее, вот мне нравится, когда ты обходишь букет, а он там раз, уже какой-то другой, какая-то ягода появилась, какой-то оттенок другой перешел. Ну, то есть, вот, когда ты его смотришь, или ты можешь просто, вот он у тебя стоит, какое-то есть обзорное место, где вот он стоит, а ты его потом раз так повернул, и ощущение абсолютно другого букета уже. Слушай, ну, у меня вопрос. Вот когда ты сделала букет за 250, и сейчас у тебя есть букеты за 17, не думаешь ли, что что-то как-то дешево я делаю, надо уже делать только за 250? У меня были разные моменты. Конечно же, хочется очень делать так раз и делать каждый там месяц букет за 250 тысяч. Там посидел месяц, покропел там, да, и, в общем-то, и очень сильно хорошо заработал. Ну, тем более, там еще кто-то же может сказать, ну, ты же сидишь дома. Ну, вот это, кстати, очень опасный момент, потому что, когда ты дома, всем кажется, что ты дома. Да, да, подожди, не открою. Это просто бальный вопрос, поэтому насущный такой. Вот, конечно же, хочется, но, во-первых, надо сказать, что после того, как всем известная соцсеть немножечко пропала, да, так скажем, все это усложнилось однозначно. Я сейчас, в общем-то, вытягиваюсь за счет своих вот постоянных клиентов, за счет каких-то новых. Все равно они приходят, все равно они есть, вот. Но, как мне сказала очень, там, девчонка, которая занимается маркетингом, она сказала, для доступности нужны букеты, которые все-таки по цене человек может себе позволить. Потому что, во-первых, не каждый, даже имеющий деньги, человек готов сразу выкинуть какую-то большую сумму. Он может взять какой-то небольшой цветочек, посмотреть, как это выглядит, вот. И, собственно, постоянно заказывать. То есть у меня мой постоянный клиент, директор телеканала одного, известный, я не буду, наверное, называть. Если не хочешь, будешь называть, если хочешь. Ну, я не знаю. Для статуса. Для статуса. Нет, ну, это вот такой вот канал, это не кабельное телевидение, то есть известный канал вполне себе. И она у меня уже года четыре постоянно заказывает и домой, и в офисы себе. И у них есть фирменные цвета свои и в офисы. И потом выходит так, что ее девчонки, которые с ней работают в коллективе, выходят на меня, потому что все равно же я постоянно с секретарем общаюсь больше. Вот выходит на меня и говорит, так, пока вот у Марины сейчас день рождения, давайте сделаем там фирменную букву в этом стиле. В общем, после закрытия инстаграма, да, основные заказчики это вот так вот. Да. Типа сарафанами назовем, да, наверное? Да, да. Еще у меня был очень хороший, наверное, года два я поставляла букеты в дорогой-дорогой люксовский магазин, на Кутузовском тут у нас. Вот. Да. Ну, даже мне туда было стыдно подъезжать, потому что очень он люксовский. Вот, как-то я прям, даже я немножко как-то это стеснялась, такой люксовости. Ну, просто, может, непривычно, потому что. И вот там прям меня скупали партиями, прям они скупали, уже перепродавали. Вика, слушай, ну, получается, ты вообще зарабатывала прям, зарабатывала деньги. Получается, как у вас... Где вот они только, не знаю уже. Когда все ушло в дело, в материалы. Да, 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 да. Да нет, на самом деле, в общем-то, цветы, это достаточно не настолько затратные. Особенно, если ты владеешь техникой, когда ты можешь... Не нужно тебе такое количество молдов или каких-то супер такой спецтехники для того, чтобы это выполнять. То это вот все, что у меня есть из молдов, это больше уже идет такое баловство. Ну, вот что-то увидел, захотел. На самом деле, процентов 80 из того, что у меня есть, я просто не использую. Вот, правда. Они прям лежат. И мне очень нравится и самой создавать там вот все, что можно. Сейчас проблема в чем? Очень много заливок таких, так скажем. То есть, когда у тебя полцветка, ты забиваешь, как делается вот крупная, вот допустим, верхушечка гиацинта, вот эту, которую можно сделать готовую, да. Ты берешь молд, туда эту глинку запихиваешь, в морозилочку на пару часов, да. И вот такую вот вкусняшечку достаешь, мороженец такой. И у тебя готовая вершинка уже. То есть, у тебя по факту полцветка у тебя готова. Ну, что-то прям вот не люблю я это дело. Вот мне прям что-то кажется, что здесь какой-то, блин, обман. Я сейчас смотрю, да, что ты прям вот привыкла, деньги надо зарабатывать потом кровью. Да, да, да. А если легко дается, то я что-то как-то не понимаю. Вот я, кстати, никогда об этом не думала, но вот ты озвучила очень правильную мысль. Как-то она у меня почему-то есть. Но то ли это какое-то перед собой вот это вот ощущение, что вот когда-то... Ну, это наша советская, знаешь, я скажу, из прошлого. Ну, может, кто-то у нас поправит в комментариях. Вика, пойдем, смотрю, вижу коробки у тебя здесь. Да, да, да. Мне очень интересно что-то. Они прям такие под цветы, у тебя, наверное, что-то другое хранится. Ну, здесь храницы, это вот всякие штуки, которые мне там и для декора нужны. Это вот как раз вот эти вазы, которые я сейчас использовала. Да. Вазы вообще прикольные. Вот это мне очень понравилось. Она такая в виде горшка, она тяжелая-притяжелая. Все-таки эпоксидка такая вещь. Она, конечно, не распирается, потому что есть куда подниматься, да, когда она вот застывает. Но все-таки, чем плотнее стекло, тем лучше. Это у тебя что-то. Это стратегический запас клея. Какие толстые. Стержня. Я такие совершенно никогда не видела. Ну, у меня профессиональные же. Строительные. Да, 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 да. Ого, ого. Так, а что ты им... А, ты же просто приклеиваешь вазу на меня? Нет, 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 нет. Вазу я ничего не приклеиваю. Эпоксидка все застывает со мной. А это как раз я же еще вот с крупным вот этим вот жилым комплексом работаю. Я для них еще венки вот эти рождественские по 2 метра диаметром. Это тоже я все делаю для них. Как-то я так что-то вот как-то... Все, все. Что там еще такое? Так, там ничего такого, наверное, интересного. Там как раз вот все стекло прячется, чтобы... А это у меня, в общем-то, коробки, в которые я упаковываю букеты. Прям как настоящие цветы, да, у вас такие классные коробки, мне нравится. А почему они большие? Потому что, во-первых, надо максимально создать благоприятные вокруг условия. Это какие-то пупырки или там уже какая-то птишью бумажка, да. Много-много у меня всяких слоев, вот. И поэтому сюда я наклеиваю, как правило, свой логотип. И уже очень удобно это все вот доставляется. Ну и плюс, конечно, это все с красивыми лентами. И вот этот визуал, он, конечно, очень важен, когда человек приносит такую коробку классную. Он ее там что-то распаковывает. Потом у меня обязательно идет рекомендации по уходу, да, открыточки я кладу. Часто я очень где-то вот куда-то езжу, покупаю какие-то красивые просто открыточки от себя. А еще и обязательно я кладу кисточку для ухода за цветками, чтобы можно было вот эту пыль просто сдувать. Это, собственно, единственный основной уход за ними. Слушай, вообще неприхотливые-то цветы какие-то. Абсолютно, абсолютно, да. Слушай, Вика, ну тебя не обижают, когда многие пишут похоронка? Нельзя такие дома держать? Нет, нет, нет. Я когда, ну, мы сейчас все такие осознанные стали, да, мы все начали принимать и разрешать и себе, и другим людям свое частное мнение. Мне, я просто, наверное, понимаю, что человек не совсем понимает сам процесс, вот, как это все делается, насколько это, там, сложно, кропотливо, там, какие затраты, это временные элементарно даже, да. Вот, поэтому, нет, спокойно. Я говорю, раньше пыталась объяснить, рассказать, что, насколько это сложно, насколько, вот, представляете, сейчас вообще даже не рыпаюсь на эту тему. Говорю, окей, не вопрос. Отлично. Вика, фотографии в профиле у тебя, вот, в Инстаграме, ты там добавила на Инстаграм уже, да, по-моему, ссылку, да? Да, да, да. Ты сама делаешь? Да, 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 получается так, что я, в общем-то, 90% фотографий делаю сама, просто на телефон. Вика, все сама, все сама. Да, кстати, вопрос с делегированием открыт. Теперь я не понимаю, почему у тебя эти счета делает подруга. Да, ну, хотя бы хоть что-то, потому что я поняла, что вот это я не могу сама. Наверное, могу, но это уже прям вообще будет перебор. Все, Вика, есть подарок зрителям? Конечно, конечно, есть, я, собственно... Мы, друзья, еще не знаем, ничего не знаем. Да, нет, но он уже, в общем-то, вскрылся тут этот подарок. Я вот, в общем-то, хотела свою одну из самых любимых своих композиций с первоцветов. Боже мой, а ты бы говорила, сколько стоит? Давай сразу скажем, чтобы зрители уже поняли. 17 тысяч. Друзья мои, какая щедрость. Но мне правда хочется, чтобы это все, во-первых, это будет радовать очень-очень долго, ну, прям вот, вот прям на 100%, потому что... Огонь! Вика, какая ты щедрая, за что подаришь? Есть вопрос, придумала или будем придумывать? Давайте придумаем, наверное. Отличную паузу ставим. Друзья мои, конкурс Виктория подарит прекрасную свою цветочную композицию, дорогущую. Да. Друзья, простите, не могу это не ответить, не знаю, что со мной. Вот. Но, Вик, за что подарим? Вот такое вот будет интересное такое задание. Расскажите про свой букет из своей жизни, который больше таких душевных воспоминаний оставил в вашей жизни. Это может быть все, что угодно, я не знаю, вплоть от букета на выписку из роддома, или, может быть, букет для бабушки, который вы когда-то сами создали. То есть, именно цветочная композиция или букет, который вот затронул в ваше сердце на всю жизнь. Да, вам подарили, не обязательно вы сделали, да? Да, 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 не обязательно. То есть, или вам подарили, или вы создали, там, набрали. Конечно, конечно, что-то вот именно с историей, да. В общем, пишите свои комментарии, оставляйте, и через неделю Вика выберет одного победителя и отправит тому прекрасную свою ручную работу. С огромным удовольствием. У России доставка бесплатная, и если живете за границей, то нужно будет оплатить доставку. Но я думаю, что это того стоит. Итоги, друзья мои, вы можете найти в Телеграм-канале, ссылка тоже под видео. Так же, как и ссылка на Вику тоже будет под видео. Не теряйтесь, не забывайте там смотреть, там очень важная информация у нас. Ну, Вика, есть еще что-то, о чем бы ты хотела рассказать и показать, а я не спросила? Ох, даже не знаю. Мне кажется, все основные моменты мы уже затронули. Все такое самое интересненькое я показала. А, ну сейчас я еще, у меня еще есть тайная полочка. Вот, здесь у нас все тоже. Вот еще у меня. Это не относилось. Так, здесь у меня еще. Ай, ну я еще картины там периодически. Что ты еще пишешь картины? Ну я же дизайнер графика по образованию, ну не могу. Но это у меня сейчас пока, это не картина совсем, это у меня пока еще технические. Нет, это там, это пока технические поиски. Я вообще просто вот, вот я разные просто текстуры. Боже мой, ничего. Это ты вот этим маслом своим. Нет, это акрил, это акрил, это текстурная паста у меня вот, любимая моя. Я, честно говоря, вот начала спать последние полгода, потому что уже не шестнадцать, как говорится в нашем любимом кино. Вот, и поняла, что пора бы начать спать ночью. Раньше у меня вот со старшей дочерью был график железобетонный. Я ее в десять в одиннадцать укладывала. С десяти до пяти я работала всю ночь. Всегда, каждый день. Да, так как там в сад мы не особо ходили, то с пяти до десяти я спала. Каждый божий день. Боже мой. Причем я могу даже сказать, что мы могли отпраздновать Новый год. Ну все-таки маленький ребенок, это не тусовка там, да, всю ночь. Мы могли отпраздновать Новый год. Я все убирала и садилась за стол. Потому что мне казалось, что если я вообще Новый год встречу еще и в рабочем процессе, ну это вообще кайф будет просто. Это прям классное завершение года. Все, слушай, с этого надо было начинать, поэтому мы поняли о тебе сразу же. Ну да. Давай, что хотела показать? Так, ну здесь это мои всякие там творческие там процессы, мысли в этих всех моих любимых блокнотах. Ну а собственно здесь продолжение пляски вот этой всей нашей. Да, еще материалы. Здесь еще материалы, да. Тут уже вот все, что связано там с карандашами, с различными бронзовыми красочками. Вика, это какой глину ты делаешь, покажешь? Да, конечно. Сейчас мы ее вытащим. Здесь у меня основной такой состав, что просто я потом их докладываю и все. Это тайская глина. Тайская глина? Да, да, да. Вот, тайская глина, мне она больше всего нравится. Если нужно, единственная у нее такая особенность, если нужно кипельно-белый цветок, она вот эту белизну не даст. И тогда я уже использую как раз вот такую вот модену, так это не модена, ну есть еще модена, софт вот такая глина, она похожа очень на дековскую зефирку, вот которую многие там лепят. И вот ее буквально немножко чуть-чуть, и она дает вот такую необходимую белизну. Сколько стоит? Так, пачка, если я не ошибаюсь, сейчас что-то в районе 350 рублей. Ну прям бюджетно. Бюджетно. Я не могу сказать, что вы из этой слепите прям много, но все же, да, все, что все-таки это выкатывается. Конечно, много отходов, много что-то сохнет, но опять все мои отходы уходят вот сюда. Это основы, есть основы для цветков, которые продаются готовые, а я просто вот длинно подсыхаю, тоже какая-то ненужная или там ненужный цвет, я прям раз сразу на основу делаю, и все это у меня основа для роз. Ага, все, классно. Очень такое, хотя бы не обидно, что это куда-то там пропадет. Слушай, ну а глина-то сама сохнет, ее же не надо запекать, да? Нет, 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 это полностью застываемая за 24 часа глина. Все, отлично. Вика, ну давай заканчивать, очень много мы нас снимали. Огромное тебе спасибо, что пригласила нас в гости. Безумно интересно, ты рассказываешь про цветы. Какой ты многогранный, творческий человек. Я вот прям не знаю. Я сейчас тебе еще покажу, как я пол в ванной перекрасила. Сейчас обязательно, друзья, вот сейчас мы ставим картинку, это вот мы туда сходили. Я хочу тебе, Вик, пожелать, ну побольше времени в сутках, и все. И мне кажется, тем более ты говоришь, вы скоро приедете в свой дом, у тебя будет там своя отдельная мастерская. Она у меня даже уже есть, но только вот еще пока не доделана. И я думаю, что тебе только надо просто побольше времени. Да. И есть ли у тебя пожелания нашим зрителям? Ловить, искать красоту вокруг. Ее так много. И я очень желаю, я и себе этого всегда желаю, учиться просто ее замечать. И вот от нее вот этот вот, питаться вот этой красотой и радостью, которой очень много вокруг. И в нас. Что ждешь от этого видео? Ну, во-первых, мне всегда, я очень люблю твой канал, обожаю, просто у меня дети обожают засматривать. Они смотрят, и у них вместо мультиков, честное слово, честно. Все новенькое, как классно. Да, у меня маленькая очень любит, она что-то типа начинает сразу там что-то делать, вот какие-то домики создавать, еще что-нибудь вышивать. Вот, и старшая, кстати, тоже. Как зовут, девочка? Влада и Вера, мы все на В. Влада, Вера, большой вам привет, спасибо вам большое, вы мои самые любимые зрительницы. Вот, и мне кажется, это так здорово, что можно, у нас же у каждой есть такая черта, хочется заглянуть, а что там, как там у другого. Вот, и... И ты что ждешь? Я жду, чтобы просто люди расширили свои вообще границы возможного, они побольше узнают про цветы из холодного фарфора. Кто-то найдет для себя вот это вот хобби, как хобби или действительно как заработок, почему нет. Вот, пишите, будем общаться, будем отвечать на комментарии, я поделюсь обязательно любой информацией, которая будет интересна. Вот, надеюсь, что просто вот это видео будет очень интересно и полезно для кого-то. Какие творческие планы? Ой, их очень много. Давай вот самое, которое близкое, чтобы тебе хотелось вспомнить. Самое близкое, это как раз вот все мои крупные проекты с крупными жилыми комплексами, их правда много, это хороший заработок, ну что там говорить. И когда твой такой, казалось бы, очень миниатюрный, деликатный такой продукт выходит на какие-то совершенно другие масштабы, это круто, это здорово. Ну и плюс это все равно такая оценка твоего творчества, да, потому что сами знаете, сейчас, допустим, качество искусственного цветка, там, силиконового очень хорошее, ну, запросто, а люди все равно понимают, да, что это вот другая ценность немножко. Ну и, конечно же, расширить свои возможности, хочу создать новые композиции, необычные, интересные, которые будут просто радовать людей долгие-долгие годы. Давай передадим привет одному или нескольким героям, кто тебе больше всего запомнился или понравился на канале? Ой, с именами у меня проблема, скажу сразу честно. Мне тоже, рассказывай, да, что делает, и мы тут сами картиночки. И вот, нам очень запомнилось, просто три дня подряд фоном я слушала, как у меня дети пересматривают это видео с женщиной, которая делает миниатюрные домики. У нее такой очень маленький уголочек аккуратненький. Все, я поняла. Вот, я не помню, как зовут, но такая потрясающая женщина. Я, кстати, просто тоже делала домик подобный для дочери своей, и для меня это прям очень отзывается. Вот, мы прям очень любим этот выпуск. Да и вообще все мастерицы шикарные. Я вот запоем, смотрю, все, у меня же как раз вот мой процесс творческий, он позволяет вот что-то такое интересное включить и смотреть. Вот, пользуюсь моментом. Отлично, все, большое тебе спасибо, давай, пока-пока. До встречи в комментариях. У меня было все вот такое вот, вот, а оно же хорошее, оно же вот, ну, жалко же. Это теплоцвета перекрасывает. Да, 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 полностью. Я тоже покупаю дверь к огню. Да, она еще немножко недоделана, здесь стекло, и у меня просто было стекло, и у меня здесь просто будет вставочкой закрыто, чуть-чуть осталось, так скажем. Вот, а это, собственно, мой рукодельный пол. Да, был он зелененький, с помощью трафаретов, вот он выкрашивается в три цвета, я выкрашивала, вот, и, собственно, вот, и здесь, ой, и здесь стены тоже полностью, вот эти вот, вот, вот здесь стены я тоже перекрасила. Это тоже плитка, да, 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 да. Прокраску не буду спрашивать, если, друзья, вам нужно будет, кто-то теперь, дотерпел до этого момента, то пишите, Виктория, она вам все подскажет. С удовольствием все подскажу. Рукодельница. Рукодельница.